Всем привет еще раз. Добро пожаловать в наш не очень интеллектуальный клуб. Но здесь вот я пока нашел все возможные кинохронику. Она есть на YouTube. Это Николай Николаевич Младший. Это человек, про которого мы сегодня будем говорить наравне с его папой Николаем Николаевичем Старшим. Мне вообще было приятно, что вся эта история вызвала такой живой отклик в интернете. Там, конечно, были определенные моменты с тем, что, как обычно, я не уважаю Россию, русский язык и прочее. Вас не уважаю, естественно. Тебя особенно не уважаю. Так что знай это. Но на самом деле, в общем, обратная связь показала, что оно надо. Оно надо, причем очень сильно. У меня был опыт. Я, наверное, если не один из немногих, точнее, если не единственный, то один из немногих гидов, который вот там есть стулья, можешь взять, который имел опыт общения с научными сотрудниками Петербурга в двух плоскостях. Ну, то есть все гиды, они, если хотят работать в музеях, они проходят аккредитацию. Причем это касается в основном гидов, которые работают с иностранными туристами. Как получить лицензию в Эрмитаж, чтобы вводить туда отечественных туристов, я до сих пор не знаю. И, соответственно, вы приходите задавать эти там экзамены, и вам задают такой вопрос. Меня, я помню, в Старском селе спросили там из плафона в большом зале. Вот меня спросили, значит, кто был художник, который расписывал вот до того, как появился этот плафон. Я подумал, вот при каких обстоятельствах я расскажу это какому-нибудь из моих туристов. Вот, но это не суть важная. Потом я просто работал главным редактором, и один из журналов, который я редактировал, была такая тетенька, она хотела возродить, был до революции журнал «Столица и усадьба». Это такой первый глянцевый журнал до революционный. Там были такие великосветские тёлочки с собачками. Ну, в общем, всё как надо. Вот «Светская хроника», вот это вот. Такой издатель Крымов, он очень вовремя это всё прочухал. И вот была такая попытка реанимации, и туда писали некоторые научные сотрудники. Были, конечно, действительно крайне интересные материалы, интервью потрясающее. Там вот Кальницкая, например, госпожа, она директор «Всея Петергов», вот это Гомоза Петергов. Или вот Гусев, директор «Русского музея». Но были, не хочу называть эти фамилии, такие тексты, которые, когда присылались, вот я их читал и думал, вот это для кого? Вообще для чего? Ну, то есть, если это для статистического архива, то окей. Но если для живого человека, то, ну, мне кажется, живой человек скажет, после двух абзацев пойду и лучше, не знаю, там, «Арсенал», «Манчестер и Найт» посмотрю. Ну, как-то ближе и понятнее. Поэтому я все-таки стараюсь, конечно, быть ближе к людям, понимая, что мы не в академической среде находимся. И я уж тем более ни разу там ни десент, ни академик, и не все такое прочее. Поэтому я вам рассказываю то, что интересно было прежде всего мне, и что меня в свое время, ну, действительно, ну, не то чтобы потрясло, но удивило. И, опять-таки, как журналист, когда я эту всю эту тему исследовал, я просто приходил к не очень лестным выводам, к сегодняшней ситуации, особенно на фоне того... Привет, давайте вам дам стульев, вот, раз стул, там есть еще стулья. Вот здесь есть, можно, кстати, сюда сесть. Я имел в виду просто сесть. Ну, надо ставить. Бег со стульями. Бег со... Вот, соответственно, я перед тем, как вообще вот эти все истории вам читать, готовить и прочее, я, естественно, смотрю все, что есть в интернете. Потому что сейчас основная информация черпается исключительно оттуда. И там выкладываются некоторые произведения искусства, и не очень, которые демонстрируются по телевидению. Например, есть документальный фильм, посвященный Николаю Николаевичу-младшему, снятый на канале Россия. И... Или к канале Культура. Ну, в общем, ну, Россия точно совершенно, я видел там логотип этот. А мы можем, собственно, проверить. И там я слышал такие вирши, которые, честно говоря, меня, ну, мягко говоря, удивляли. Вот. Ну, об этом мы поговорим. В общем, дальше. Соответственно, вот так вот было принято раньше в армиях, видите. Общаться через поцелуй горячий. Значит, мы начнем, соответственно, немножечко отмотаем пленку назад. И вернемся к вот какой истории. Вообще, Романовых очень, я уже говорил, очень легко изучать по тому, где и как они жили. Ну, то есть, я, наверное, так вот сделаю наоборот, чтобы мне туда не ходить. По их дворцам. Да, вот это вот Андрей Штекеншнейдер, архитектор, который я в прошлый раз говорил, он построил Мариинский дворец для Марии Николаевны. Там сейчас заседает правительство Петербурга на Исаакиевской площади. И он же построил еще несколько дворцов. Мариинский дворец, вот я вам хочу напомнить, вот он стоит. Это старая фотография. И обратите внимание вот на это здание. Мы сегодня еще о нем поговорим. Здесь потом было построено посольство Германии. Это Исаакиевская площадь в Петербурге. Вот памятник Николаю II, о котором я в прошлый раз рассказывал. И все такое. Вот это вот дворец, тоже построенный Штекеншнейдером для еще одного сына Николая I, Михаила Николаевича. Он называется Новомихайловский дворец. Я так буду тогда ходить периодически, чтобы было. Новомихайловский дворец. Почему он назван Новомихайловским? Для того, чтобы не путать его с Михайловским дворцом, где сейчас располагается русский музей. И который был построен для великого князя Михаила Павловича, сына Павла I. Я пока, надеюсь, еще у вас мозг не вскипел. Это Новомихайловский дворец. Это тоже Штекеншнейдер. И для героя нашего сегодняшнего рассказа он построил вот этот дворец. Есть стулья. Вот там. Здесь есть стулья, если что. Он построил вот этот дворец, который называется Николаевский. Николаевский дворец на Благовещенской площади в Петербурге. Он находится в советское время, она называлась Площадь Труда. И поскольку вы москвичи, вам немножко сложнее. Но я, тем не менее, просто сраду, чтобы этот вопрос закрыть. Я вам попробую вот через это. Вот Исаакиевский собор. Я так сяду. Исаакиевский собор. Вот здесь, собственно, Николай Первый. А вот Мариинский дворец. Если вы пройдете... Вот здесь вот, если что, стоит Медный всадник. Если вы выйдете и пройдете по этому Канугардинскому бульвару, где, кстати, раньше был канал. Он сейчас забран в трубу. И выйдете вот сюда, то вот вы наткнетесь на Николаевский дворец. И здесь нужно сказать буквально пару слов вообще по тому, как выбирались эти места для жизни. Дело в том, что в Петербурге не было мостов. Петр Первый запрещал строить мосты, чтобы люди привыкли к большой воде. Он, естественно, как-то стимулировал их к тому, чтобы они по воде передвигались. Выдавал им там реально суда бесплатно. Ну, имеется в виду не всем, а избранным. Была такая партикулярная версия на Фонтанке. Партикулярная, значит, не военная. Но за это он говорил, что как только праздник-праздник, все навесли вперед. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это как сейчас вот Форт Мондео раздавать. Бесплатно. Ну, примерно. То есть, стоимость, примерно, такая была. Или, может, даже повыше рангом машины. Мостов не было. Первый мост был на плавной. Плашкотный, так называемый. Он стоял на понтонах. Ну, по-современному говоря. На понтонах это были такие лодки. Он стоял напротив прямо Исаакиевского дворца. Я, к сожалению, эту картинку не скачал. И он был взойден сразу после смерти Петра Первого. Александр Данилович Меньшиков. У него там был на Васильевском острове дворец. Он, чтобы далеко не ходить, сказал, ну, вот здесь, собственно, мост мы и наведем. И была проблема. Дело в том, что, ну, зимой передвигались по льду, летом передвигались вот по этому мосту. И было два периода, когда была вообще труба. Это ледостав или доход. Когда, ну, то есть, вообще никак. И до середины девнадцатого века в Петербурге не было постоянных мостов вообще. В принципе. Вот первый постоянный мост, вот этот вот, он назывался Благовещенский. Вот по этой церкви Благовещения, которую построил Константин Тон. Вот она торчит. Сейчас ее нету. Вот это вот первый постоянный мост Петербурга. Причем обратите внимание, что разводная часть была вот здесь. Не по центру, а вот здесь. И она была такая, буквой какой там L. То есть, она так два раза поднималась. Тут стояла еще часовинка, из которой потом при советской власти сделали помещение для метил и всего остального. Вот эту вот церковь построил человек, который вы прекрасно знаете. Это Константин Тон. Это автор Храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Ленинградского вокзала. Ну, это я про Москву сейчас говорю. В Петербурге он тоже там много чего построил. И, соответственно, когда был построен этот мост, естественно, умные люди поняли, что территория возле этого моста, что с одной, что с другой стороны, она сразу в цене. Привет. Можно вот, может прямо вот сюда, опоздавшему вип-место. Можно прямо в первый ряд пойти. Что территория возле этого моста, она будет дороже стоить. И Николай Первый, соответственно, тоже точно так же подумал и распорядился. Давайте я вам просто сразу еще покажу остальные все картинки. Ну, вот это еще. Очередной раз напоминаю, что раньше все открытки, видите, они все дублируются на французском языке. Le pont Nicolas, vis-à-de-grace. Николаевский мост, общий вид города. Он, мост был сначала Благовещенским, потом он стал Николаевским, еще с Николая Первого, соответственно. И вот там вот виднеется дворец. Вот этот самый дворец, отмотаю еще немножко назад. Вот так вот он сейчас, ну вот давайте вот отсюда начнем. Вот, собственно, так он был изначально выгляден, дворец Николаевский. Вот этот вот самый Коногвардейский бульвар, забранный в трубу. Вот, кстати, помните, я рассказывал, до революции все дворцы построили вот в такой красивый цвет. Все, подчистую, вместе с колоннами, вообще со всем остальным. Вот еще одна прекрасная фотография, которая показывает Его. Вот это уже, когда в нем расположился Хсенинский институт, это я попозже скажу. И вот это современное здание, ну, специально вырвано, что так очень грамотно отфотошоплено и очень, ну, удачный кадр. Я не знаю, кто это сделал, если этот человек смотрит, спасибо вам большое. Знал бы фамилию, написал бы, кто фотограф, но не знаю. Штекеншнейдер очень круто распорядился объемами. У него каждый следующий этаж ниже предыдущего. За счет этого, соответственно, не нависает этот дворец. Вот это внутреннее убранство. Это главная лестница. Хочу напомнить, что все это строилось, в принципе, для одного человека. Опять-таки, выживать приходилось в ужасных условиях нечеловеческих. Так вот, для кого это, собственно, все было построено, да? В прошлый раз я вам рассказывал про старшую дочь Николая Первого, Марии Николаевну, и ее пока что одного отпрыска, значит, герцога Лихтенбергского. А сегодня я вам расскажу про следующую. Ну, то есть, это мы вот как ромашечку, да? Вот один лепесточек пошел от Марии Николаевны. Сейчас мы рассмотрим второй лепесточек от Николая Николаевича. Был у него сын, ну, у него было, соответственно, Александр, будущий император, Константин Парфера родный, потому что он родился, когда, собственно, тот стал императором. И дальше пошел Николай Николаевич и Михаил Николаевич. Вот четыре сына, все четверо прекрасные, как утренняя заря. Значит, вот он в молодости. Ну, вот это сначала два, значит, такой лубок. Константин Николаевич и Николай Николаевич, да? То есть, видите, какое счастливое детство, сразу же под ружье, все как надо. И собачка обязательная. Вообще, забегая вперед, Николай Николаевич старший, он был заядлый лошадник и покровитель еще псовой отходы. Он очень многое сделал для развития псовой охоты у нас в России. Вот, поэтому, когда вы едете на псовую охоту, я уверен, вы каждые выходные, да? Выезжаете со своей дворней, охотитесь, свои имения загородные, подмосковные. Вот, соответственно, вот вы знаете, кого в этом поблагодарить. Вот это он в юности, Николай Николаевич старший у нас. А, ну, это просто предыдущая картинка, на всякий случай напомнить, да? Это вот, мы ведем отчет вот от этого человека. Это Николай Первый. Это еще раз, значит, Павел Первый. И вот у него четыре сына, оставшихся в живых. Александр Константин, Николай Михаил. Вот Михайловский дворец был построен для вот этого Михаила, Михаила Павловича. А Новомихайловский для сына уже вот этого персонажа, Михаила Николаевича. Но очень просто, на самом деле, Михайловский дворец – это русский музей в Петербурге. А Новомихайловский дворец – это он стоит на дворцевой площади, на набережной. Вот. Девушек пока не трогаем, иначе в мозге совсем скипят. Вот это он уже в более взрослом состоянии, Николай Николаевич Старший. И вот это огненный красавец-мужчина. Значит, тут надо сказать пару слов вот таких. Романовы, я уже говорил, по-моему, в прошлый раз об этом, Романовы, они, ну, при всех их там и положительных, и отрицательных качествах, у них у всех практически всегда была одна черта, присущая, ну, всем мужским представителям этой династии. На поле брани они никогда не трусили. Ну, там, может быть, за редким исключением, но чего не отнять, так это вот этого, действительно. И Николай Николаевич Старший, он, его папа, отослал вместе со своим братом-младшим Михаилом Николаевичем на оборону Севастополя в Крымскую войну. Они там были. То есть, опять-таки, обратите внимание, что, ну, вообще все, забегая вперед, всех Романов мужского пола им сразу готовили к военной карьере. Что, кстати, потом стало определенной проблемой, потому что, ну, все военные, откуда ни ткни, а, как бы, жизнь меняется, нужны как-то еще другие представители других профессий, они все военные. И это в свое время тоже создавало определенные проблемы. Вот, они участвовали в этой Крымской войне, проявили там тоже себя очень достойно, вернулись, там был очень характерный эпизод, описанный Анной Федоровной Тющевой, они вернулись в Петербург, когда узнали, что у них матушка приболела. Матушка, конечно, обратила внимание на то, как они повзрослели, как они возмужали, но при этом сказали, что ваше место не здесь, а там. Вот такое отношение было, да, то есть никто их там, значит, белый билет, нет, такого не было. Вот, это, соответственно, он в молодости, а это уже он в таком зрелом состоянии, Николай Николаевич старший. Почему старший будет? Понятно, потому что у него был сын тоже Николай, у него их было двое, вот чтобы их различать, соответственно, Николай Николаевич младший. У них у всех были семейные клички. Вот его звали Низя, дядя Низя, звал его Александр Третий Низя, а сына его, о котором мы будем говорить дальше, звали Николаша. Низя и Николаша. Это у них были такие вот внутренние клички. И, в общем-то, сначала мы поговорим про его семейную жизнь. У меня тут есть кое-какие бумажки. Почему Николай Николаевич фантазии не хватало? Ареста, как это в уральские пельмени? Мы стали забывать наши корни, мы перестали называть детей эрастами. Ну, почему Николай? Ну, вот так захотелось на самом деле. Ну, а кем ты хочешь назвать? Ну, до этого и того... Александр, Николай, Ярослав. Если мы посмотрим до этого, там был еще, там были как бы Иван, Алексей, Павел, Петр и все. Понимаете ли, в чем дело? Вот видно, что вы не воцерковленные люди. То есть вы мыслите... На именины свои. Не, не именины, но они все эти имена, на самом деле, что Павел, что не обязательно даже святые, они все как бы имеют четкую ассоциацию и четкий как бы вектор. Где библейский, где религиозный, для кого-то как. То есть Николай вообще, чтобы вы понимали, это один из самых почитаемых святых вообще у нас на Руси. Николай Мерликийский и его там честь и куча была построена церквей. Не все они дожили, к сожалению. В Москве был там Никола такой, Никола сякой, Никола Стрелецкий, Никола там-то, Никола сям-то. Ну, Николу Стрелецкого снесли, но тем не менее. Поэтому на самом деле ничего удивительного нет. Почему они так их называли? То есть имя, ну, это некий вес изначально. Вот. А Николай Первый, он был, ну, таким, несмотря на то, что там Крымская война, позор и все такое, но тем не менее, он для семьи был авторитетом. Он был такой мужчиновидный. И все отмечали, что, например, ну, это мы немножечко в топ, у Александра Второго вот не было взгляда его отца. Вот у отца, вот он мог выйти так, посмотреть и все, и все как бы сидя дрожат. А у Александра Второго не было. Вот он был такой, немножечко более такой воздушный, более сентиментальный, что, наверное, его изгубило. Ну, вот. Возвращаемся к Николаю Николаевичу Старшему. Значит, он женился на великой княге, ну, она великой княгиней стала уже, перейдя в православие, да, на принцессе Льденбургской. И вот интересный тоже эпизод. Я специально взял скрин из не Википедии английской. Тут она названа Анастасия Петровна. На самом деле она не Анастасия Петровна, она Александра Петровна. Александра Петровна, его супруга, вот это она же. Вот, ну, это как бы все-таки рисунок, да, это фотошоп. Ну, вот фотография, это уже не фотошоп. Платье, конечно, шикарное, обратите внимание. Вот как бы вы охарактеризовали эту женщину внешне? Ну, вот. Что можно сказать по этой фотографии? Строгая. Что еще? Какие есть версии? Глубоко верующая. Скромная, да. Хотя в наше время, если бы она так оделась, это было бы очень нескромно, но нормально, да. Ну, в принципе, вы очень близки, на самом деле. Вот еще. Ее фотография. Ну, а внешность вот как бы... Некрасивая. А? Некрасивая. Вот. Некрасивая. Это ключевой момент на самом деле. Я вам хочу прочитать, опять-таки, воспоминания, к которым я все время прибегаю, Анна Федоровна Тючевой. Выглядела она некрасивой. Цитирую буквально, да. Волнение дурно отражается на цвете ее лица, а это единственное, что в ней хорошо. Черты лица у нее грубоваты и очень неправильные, но выражение чистоты, искренности и мягкости привлекает к ней симпатии. То есть, первая проблема, она некрасивая. Ну, бывает, что, как бы... В общем-то, Николай Николаевич, ну, я не знаю, как бы, на кого как, давайте посмотрим, оценим его. Ну, вот он в молодости. Ну, в принципе, ему тут не хватает еще шляпа Д'Артаньяна и вполне такой, как бы... Да. Тысячи чертей и все такое. Вот. Значит, первая проблема была, действительно, его жена была некрасивой. И это был первый момент. Второй момент заключался в том, что она действительно была, ну, религиозной, вот, слишком религиозной. То есть, too much. Это, кстати, не первый и не последний случай с немецкими принцессами, когда они принимали православие. Ну, они, вы должны понимать, они все из протестантской веры переходили в православие. И тут, понимаете, вот эта вся красота, вот эта служба, вот это все, конечно, на них это действие, ну, такое театральное действие. После этой строгости немецкой попадать вот в этот вот религиозный карнавал, это, конечно, на них оказывало определенное воздействие. Это, как бы, второй момент. Третий момент заключался в том, что Николай Николаевич Старший, он был весь такой, понимаете, возвышенный и прочее. Хотя, вот, как бы, Валуев, председатель комитета министров, писал после обеда все скучно и стереотипно. Разговор, особенно после обеда, исключительно лошадиной. Ну, как сейчас многие мужики обсуждают тачки, там, где-нибудь в бане, ну, так тогда, соответственно, обсуждали лошадей. Ну, все логично, ничего не поменялось с тех пор. Причем они-то обсуждали лошадей, вот таких вот уровня, знаете, Мазерати, Бугати и прочее. То есть, они битюгов там каких-нибудь, которые, на которых золотари, там, определенную массу развозили по улицам, не обсуждали. А она любила, вот у них было такое имение, знаменкое под Петергофом, она реально там отгородничала. Она там сажала, она любила очень цветы, у нее все время было много цветов свежих вот в этом дворце Николаевском. И там она вот реально выращивала, иногда, ну, вот, как вот, знаете, на дачу вот приезжаете, да, вот, и вы снимаете все свои вот эти трусарди, да, вот это все, в чем вы обычно ходите, после псовой охоты. Вы это все снимаете и надеваете вот это стандартное, вот это дачное, да, бесформенное, безбрендовое и безвременное, я бы так это назвал, да, и бесполое тоже. И вот она вот в этом реально, там, и навоз и прочее, он приезжает в эту знаменку, она вот так встречает. И он как бы, ну, и, короче, они такие родили, ну, то есть, они сделали двух детей, Николая Николаевича, о котором вы будем говорить, и Петра Николаевича, о котором говорить вообще нечего, но я про него поросло скажу. И все, как бы, Николаю Николаевичу старшему стало скучно, грустно, одиноко, и некому руку подать. Но, как вы понимаете, продолжалось это недолго, потому что он был, ну, по сути, главным кавалеристом на тот момент, да, и помимо лошадей, помимо машин, да, второе, что мужики всегда обсуждают в банях, это бабы, естественно. Соответственно, вот он любил лошадей и балет. Вот как бы было у него не одна лишь пламенная страсть, а две. Две лишь пламенные страсти. И для этого был прекрасный поздарм в Красном Селе. Летом проходили все время сборы. Это все замечательно написано Ванне Карениной и у Толстого. Это все тоже там в Красном Селе происходит. И вот они там между Красным Селом и Петергофом мотаются. И там, соответственно, был театр. Театр, в котором выступали балерины. Вот. И как вы понимаете, когда стоит целая орда офицеров, им, естественно, хочется вечером пойти в театр и посмотреть на балерин, потому что они очень любят балет. Особенно в контексте того, что вокруг женщины вот в таких вот платьях, которые я вам только что показал, да, там ноги не увидишь при всем желании. А в балете ситуация иная. Там не только ноги, но и вообще, как бы, в принципе, как-то все гораздо проще, прозрачнее и доступнее. Поэтому они все очень любили балет. Очень. Они были заядлыми балетаманами. Я так понимаю, что они все время обсуждали какие-то хореографические особенности, там, специфику той или иной постановки. Только это. Ну и Николай Николаевич, как, естественно, главный там, он тоже туда ходил и встретил там свою любовь. Свою любовь. И сейчас я вам эту любовь покажу. Звали ее Екатерина Гавриловна Числова. Вот она. Любовь всея его жизни. Катенька Числова. Надо сказать, что замечательные традиции были в романовской семье, потому что Катенька Числова была напарницей Феликса Кшесинского, который потом родил нескольких дочерей, и одна из них вам не безизвестна. Особенно после последних, так сказать, всевозможных событий, культурных, и не очень. Так вот, вот он там, соответственно, ее встретил, эту Катеньку Числову, ну и понеслась. Понеслась, да, в общем-то, так, что в общем-то, там по я вот причем разной встречал версии, то ли 4, то ли 5 детей от Катеньки Числовой. При том, что супруга-то еще существует. Супруга это все видит. Он эту Катеньку Числову поселил, а она в отличие от супруги, которая, ну такая, деликатная. Она-то дочь кухарки, у нее все нормально. Она сразу и все. Зубавит. Впилась и не отпускает вообще никак. Просто. То есть, она позволяла себе такие вещи, там в радиовоспоминаниях мелькает, то она ему там, значит, пощучин навешает, то, значит, тапками в него кидается. В общем, короче, да, ну театр, что вы хотите. Хочешь страсть, вот, пожалуйста, готовься. Покупай несколько сервизов сразу и выставляй их потом по очереди в сервант, как в советское время у нас было. И, естественно, его законная супруга, Александра Петровна, ей это, ну как бы сказать, не очень нравилось. что у его дорожайшего, она его любила на самом деле. И она даже в какой-то момент пришла к его брату, уже ставшему царем, Александру Второму, и сказала, ну вот, а он на нее посмотрел, он сказал, государь, послушайте, ваш муж в полной силе, ему нужна женщина, которая могла бы ему нравиться, теперь посмотрите же на себя, как вы одеты. Сказал он ей. Представляете, заявила, это несчастной женщине. Вот, и это породило очень серьезную проблему в семье Романовых. Да, то есть мы когда говорим Николай и балеринам, у нас почему-то ассоциации сразу с Николаем Вторым и Матильдой Кшесинской. Нет, вот как бы один из зачинателей моды, это Николай Николаевич Старший. Там было масса всего в даже если мы говорим про воспоминания. Буквально, ну хотелось бы все-таки характеристику определенную дать Николаю Николаевичу Старшему, да? Характеристики очень противоречивые. Вот опять-таки, что я вас призываю, не верить как бы к тому, что там, не знаю, там все Романовы плохие, все Романовы хорошие. Вот это у нас, ну я вам покажу на самом деле, давайте я вам сначала титул покажу. Вообще, кто автор? Кто автор этих воспоминаний? Вот генерал штаба, Сергей Павлович Зыков. Он, когда Николай Николаевич Старший был еще совсем юным, он тоже был кадетом. И вот как он вспоминал про это время в своих непосредственно мемуарах. В заключении, надо сказать, о двух великих князях Николая и Михаиле Николаевича. Каждый раз, перед лагерным сбором, на учение, на корпусном плацу, они, под наблюдением генерала-дюджетанта, философа, эсвитского генерала Корфа, присылались в строй, становясь в кадетские ряды. Так же точно делалось и в лагерное время. То есть, им, для них не было поблажек, они точно так же проходили всю эту строевую муштру, вместе со всеми остальными кадетами. Здесь они держали себя совершенно просто, а во время лагерей и на ночных манеров отличались большой резвостью и вместе с кадетами устраивали разные проделки над спящими. Вы мазали в пионерском лагере зумной пастой? Я, да. Конечно, ее надо еще было нагреть определенным образом. В особенности, своей живостью, любезностью, без притязательности отличался всеми любимый Николай Николаевич, сохранивший до конца своей жизни благородства характера, природную доброту и беспритязательную любезность как с равными, так и с подчиненными. То есть, в общем-то, если мы будем судить по этим воспоминаниям, очень достойная личность, абсолютно, как мы бы сейчас сказали высоким штилем, без понтов. Да? И вот это пишет Зыков. Но при этом, например, если мы прочитаем, сейчас, вот это Велиминов, он здесь про что пишет? Нет, это не то. Это мы попозже. А это тоже не то. У Витте есть потрясающий пассаж, в котором он рассказывает, что где-то на остановке этот Николай Николаевич Старший вышел, у него была такая палка с крюком, и он так, значит, какого-то, значит, барона рядом стоящего, этой палкой так за шею так к себе и притянул. Вот. Это он характеризует, как бы, манеры Николая Николаевича Старшего. Ну, то есть, вот вам как бы два полюса. Ну, вид-то понятно, он там всех мочился, в их воспоминаниях, он один там был хороший. Вот. Это, значит, все вокруг Айя Д'Артаньян, но тем не менее, да, то есть, вот такие два полюса. Есть определенная характеристика и это Александра Петровны. Вот, например, Велиминов об императоре Александре Третьем. Великая Княгиня была не лишена ума, имела некоторые странности, страдала тяжелой формой истерии и была, как все Альденбургские, очень энергична. Это все потом передалось ее сыну Николаю Николаевичу Старшему. Вот это вот слово истерия я бы хотел подчеркнуть здесь. Как истеричка, она легко попадала под влияние других. Так говорили, что одно время она была под влиянием своего духовника, а потом своего врача доктора Соломки, довольно известного на юге хирурга. Она просто потом уехала в Малороссию, в Киев, но это мы скажем попозже. Но будучи, сколько я знаю, постриженной, она носила костюм монахини, жила в монастыре, вполне подчиняясь его режиму, усвоила себе все привычки монахинь. Поэтому про нее рассказывали в самой разнообразной басне, были и такие лица, кто сомневались в нормальности ее психики и к числу последних, я думаю, принадлежал и государь. Царь Александр II считал ее не совсем нормальной, поэтому он и стал на сторону своего брата младшего. За год перед тем Великая Княгиня ради здоровья путешествовала в сопровождении своего врача каких-то монахинь, послушник за границей по берегам Средиземного моря, заезжала и в окрестностей Ниццы и своими костюмами и оригинальностями обращала там себя внимание. Все это дошло до государя. Он остался очень недоволен победением Великой Княгини за границей и по возвращению запретил ее уезжать из Киева. Есть еще воспоминания Витте. Почему супружество Великой Княгини Александра Петровны не сложилось в общем непонятно. С одной стороны Великий Князь Николай Николаевич любил несколько жуировать и веселиться это вот так вот деликатно называлось жуировать и веселиться а с другой стороны Великая Княгиня Александра Петровна была в некоторой степени анормальной это уже второй человек пишет про это хотя она была человеком прекрасной души очень почтенной не глупой ну он тут как джентльмен естественно сразу немножечко сглаживает то есть вот эта вот истеричность определенная да была у отца не было у нее была и потом эта истеричность передалась к сожалению их старшему сыну Николаю Николаевичу младшему старшему сыну Николаю Николаевичу младшему ну так вот извините Половцев статс-секретарь в своем дневнике на который я постоянно ссылаюсь в какой-то момент пишет На днях Великий Княж Николай Николаевич отправился к здешнему митрополиту просить разрешение на устройство домашней церкви в даче своей любовнице Числовой ну чтобы она молиться там могла это было важно в то время перекрещенной в дворянку Николаеву то есть она уже получила дворянский титул стала Николаевой и все ее дети стали тоже Николаевыми дворянами ну неплохой социальный лифт я тоже считаю митрополит написал синоду о таком ходатайстве великого князя Победоносов задержал эту бумагу к нему явился Великий Князь Николай Николаевич Победоносов объяснил ему неприличие подобной формы и стал выражать сожаление о всем этом скандале но Великий Князь возразил ему что ему необходима семейная жизнь и при этом стал горько жаловаться на свою жену Александру Петровну выслушивая этот рассказ я вспомнил что несколько лет тому назад ко мне приходил командовавший в то время канагвардейским полком граф Протасов Бахметов и сообщил к нему что к нему явился в тот день полковой священник и показал что священник Николаевского дворца который я вам показывал да в самом начале исповедуясь у него канагвардейского священника покаялся в том что состоит в связи с великой княгиней Александр Петровной слушая это Победоносов воскликнул испугался ответственности полковой это священник а этот Василий Иванович невеликий негодяй знай я все это ведь у них и дети есть в общем я вот говорится за что купил за то и продаю вот этот дневник есть в интернете Половцев вы можете почитать Витт более того вспоминал что где-то они там в карте постоянно играли с этим духовником сейчас я наведу это ну ладно потерял в общем неважно вот кстати еще одна характеристика Николая Николаевича Старшего вот касательно вот этого времени когда они там балет Красное село маневры там был директор Красносельского театра имя Асинкрит у него до кучи еще и отчество такое же Асинкрит Асинкритович Ломачин Говоря о светлой личности великого князя буду по возможности краток его высочество красавец великан был обладателем широкой благородной души он представлялся всем кто его знал самым простым человеком никогда нигде ни в чем искусственно деланного все оставалось величественным было естественно просто то есть у человека были действительно очень хорошие манеры вот что отличало как бы реально воспитанного человека того времени что он то есть в нем чувствовалось благородство но при этом он не кичился или кичился как правильно говорить своим происхождением что опять-таки было крайне нехарактерно для его сына Николая Николаевича младшего это Витте пишет они играли непосредственно в карты с вот этим духовником священником Лебедевым который сказал как-то великому князю об императоре Николая Первому фраза эта была довольно фамильярна по отношению к великому князю Николаю Николаевичу тогда Николай Николаевич вскочил закричал не забывайте что вы говорите о моем деде великая княгиня Александра Петровна была большая ханжа она была весьма религиозна но религиозность это проявлялось в большом ханжестве затем у нее как я уже говорил были отняты ноги но это бездействие ног было чисто нервное явление потому что я сам видел как вдруг она встанет и хоть недолго но все же ходит впоследствии когда я приехал из Киева в Петербург я имел случай видеть ее ходящей подолгу в общем вот такая веселая история живет вот эта Числово со своими отпрысками уже дворянами Николаевыми она сначала поселилась там на улице тут ко мне в Петербург приходила моя коллега и мы долго вычисляли где это могло происходить значит была история про то что она ставила просто свечку у себя на окно и как только она эту свечку ставит значит может Николай Николаевич он из окна смотрел к ней прийти он говорил что в городе пожар и соответственно вот прослыл как любителям пожаров тут же да и поскольку на Коногвардийском бульваре не было построек мы пришли к выводу что все-таки дом этот был где-то в районе Почтамской потому что больше негде просто а потом он собственно ну то есть вот он перестелилась к себе поближе а потом есть еще один нюанс про который нужно сказать дело в том что великий княж Николай Николаевич был главой армии во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов я вам сейчас покажу вот такую замечательную картинку вот это он въезжает в Тернова видите по центру на белом коне тут все приветствуют ну такая агитка очень грамотно сделанная агитка ой пардон и это был тот момент когда его брат Александр Второй он приехал туда он он сказал я не буду участвовать в управлении армии это твое я приеду посмотрю на все это дело как это происходит он приехал и конечно шалел от того как там все это происходит вообще жалко я не скачал картины Верещагина у Верещагина есть целая серия картин вот она вот про это значит недокомплектованность обмундирование ужасное питание ужасное значит вся инфраструктура поставок нарушена в общем ну вот все то из-за чего была проиграна крымская война все там наблюдалось более того Николай Николаевич старший он ну то есть как обычно начали за здравие заканчивали за упокой то есть им были очень многие недовольные особенно в Петербурге тот же самый Половсов пишет великий князь Николай Николаевич глупостью в своих распоряжения вселил к себе презрение близкое к ненависти невежество грубость с подчиненными отсутствие везде где было что-то важное отвратили от него уважение офицеров и любовь солдат но это не совсем как бы тоже объективный взгляд потому что вот дальше современник пишет у него золотое сердце он умел ласково и сердечно приветствовать войска шутить с офицерами и солдатами как он умел это делать но был там один эпизод когда Скобелев прорвался и ему не хватало значит людей он просил подкрепления и Николай Николаевич ему это подкрепление не дал по ряду как бы свидетельств он не дал это потому что завидовал Славе Скобелеву это был момент когда мы вышли к непосредственно Константинополю и по идее мы должны были его взять и все об этом думали и все этого ждали но не взяли и Николай Николаевич когда пришел отказ из Петербурга он очень негодовал все писали про то что проклятая англичанка нам опять нагадила но здесь опять-таки сказывается вот эта вот военная выучка ну вот представь на секундочку мы взяли этот вот Константинополь это конечно замечательно это прекрасно да это вот воплощение Екатерининского этого проекта греческого когда она хотела своего сына посадить ну а что дальше значит вся Европа против вся потом это не Крым отжать да куда приходишь вот все мои знакомые побежали сразу в ополчение записались стали там на железных дорогах встречать наших братьев как бы по крови и прочее да то есть мусульманское население потом извините это все надо значит охранять кормить подавлять и так далее ну то есть это такой комплекс вообще проблем что в Петербурге ну посидели подумали и логично поняли что ну проще не брать чем брать потому что если возьмешь огребешь еще больше чем если сейчас не возьмешь и поэтому вот рационально посудили но естественно в армии этого не понимали в армии ну их опять-таки тоже можно понять то есть прошла война вот они стоят напротив царьград да святая София бла-бла-бла а им говорят извините более того некоторые из них туда уже съездили их там встречали и Николай Николаевич старший там тоже был вот но Николай Николаевич старший вот с этой со своей у него уже супруга законная живет в Киеве он с этой Числовой Числово причем распорядилась во время этих в этой войны чтобы ей присылали через нее шли все вот донесения а также чтобы ей сообщали все сводки военные зачем оно это ей надо ну вот на какой ляд и в итоге у детей у него детей у Петра у Николая Николаевича Петра Николаевича но можете понять в какой они атмосфере росли то есть вот есть как бы папа и есть мама и есть еще некая тетя Катя тетя Катя с пятью или четырьмя там вроде как братьями а вроде как не братьями ты поймешь кто а самое главное что Николай Николаевич на это Числово утратил колоссальные деньги просто колоссальные и когда она умерла Числово она умерла раньше его она оставила своим детям детям в наследство целый миллион рублей это была астрономическая сумма по тем временам когда умер Николай Николаевич старший а он жестоко умирал у него был рак десны и там судя по всему метастазы передались в мозг и он у него была очень имеется ввиду психологическое заболевание он испытывал сексуальное влечение ко всем имеется ввиду ко всем представительницам женского пола вне зависимости от их статуса возраста и так далее то есть вот как бы у него старость вот такое вот началось его специально отправили на юг по этой теме но вот когда он умер выяснилось что дети-то не могут во дворец въехать потому что он заложен перезаложен там куча долгу и вот так вот его соответственно два сына Николай Николаевич старший Петр Николаевич остались ну по современному гробездомными вот но другое дело дом был такой конечно да что могли-ка они вот но вот не комильфоем было ехать в Купщино и снимать там двухкомнатную даже квартиру поэтому вот с такой ситуацией они столкнулись а дети Николаевой у них все было хорошо у них были деньги они получили дворянство и все у них было прекрасно это вот что касается Николая Николаевича Старшего и ему на самом деле потом уже после его смерти тем не менее все равно воздвигли памятник в Петербурге он стоял я вам сейчас его покажу вот кстати со старшеньким о котором мы будем говорить видите уже мода как изменилась то есть он в сапожках в рубашечке в такой вот какой надо нашей русской русской рубашечке в русских сапожках с прической такой немножко в маму да немножко в маму к сожалению характером тоже мне кажется очень тоже да женский взгляд не обманет поэтому в маму но я потом покажу его соответственно вот это соответственно парадный портрет Александра Петровны а вот это она уже непосредственно в Киеве уже да монахиня а я вам хотел что показать вот я бы что хотел показать был значит поставлен памятник в Петербурге у нас тоже есть Манежная площадь вот но там навальнят и не скачут там сейчас фонтаны и вокруг соответственно всякие люсты скульпторов архитекторов в основном вот такой памятник стоял обратите внимание какая реклама замечательная на заднем фоне да вот это вот его готовится открыть он еще запеленатый вот этот дом он до сих пор стоит и по этому лучковому фронтону очень хорошо вот я на экскурсии когда вожу говорю посмотрите видите этот дом а вот какой памятник здесь раньше стоял вот это как раз сдергивает непосредственно покрывало вот это он же ну и вот соответственно такой там был барельеф на постаменте а это кстати полосов которую я все время цитировал в общем памятник этот простоял недолго памятник простоял недолго его снесли уже при большевиках собственно что собственно остались дети остались дети хотите перервемся на минутку ну я не знаю там сделайте зарядку как бы там мы писали мы писали наши пальчики устали нет памятники в основном государственные деньги не так много памятников вот в Москве кстати стоит памятник вы его прекрасно знаете который был поставлен вот это памятник был поставлен на народные деньги это памятник Пушкину на Тверском бульваре вот это памятник был поставлен на народные деньги самый первый памятник поставлен на народные деньги это памятник Крылового в летнем саду в Петербурге это вторая половина девнадцатого века то есть до этого это только на государственные деньги ну государственные царские какие угодно могли в армии устроить ну например на такие памятники еще устраивали сбор например среди офицеров но все равно всегда практически все равно что-то добавлял всегда император потому что памятник это дорогое удовольствие. И никогда денег не хватало. Соответственно, осталось два сына. Два сына. И мы сейчас... Я говорил в прошлый раз, что Романовы делятся на три категории. Положительные, отрицательные, либо не отрицательные, а вот как герой нашего следующего рассказа, Константин Николаевич, противоречивые натуры. Либо никакие. Вот как раз второй сын, Николая Николаевича Старшего, Пётра Николаевича, он был как раз никакой. Ну вот про него вообще нечего абсолютно рассказывать. Я просто сразу вам покажу. Вот. Значит, младший сын Николая Николаевича Старшего, старший сын Николая Николаевича Старшего, Николай Николаевич Младший. Значит, извините, методика заставляет. Значит, ещё раз. Николай Первый, вы понимаете, о чём мы говорим? Николай Первый, вот это Мария Николаевна, А это Николай Николаевич Старший И от него Николай Николаевич Младший И Петр Николаевич В основном мы будем говорить про этого человека Вот про этого человека Николая Николаевича Младший Вот он Ну да, вообще Маму прям Прям вообще Да, похож на маму Да, да Через такая почему-то английская Больше, чем немецкая Вот это он как раз Эта фотография была сделана В Кишиневе И он Участвовал Ну вот как его отец участвовал в Крымской войне Так и он участвовал в русско-турецкой войне И он там тоже Очень себя проявил Там и пару раз Атаку возглавлял И один раз он Присел на бруствер, вокруг свистели Пули и он сказал Значит своим солдатам Что вы не бойтесь, ребятушки Значит, кому пуля минит, того минит А кому нет, того, значит, и судьба А когда об этом рассказали папе Папа его обнял Война Прослезился То есть нормальный папа должен ему сказать Какая-то дебил Какая-то война Как бы жизнь дорогая То есть зачем Рисковать надо там, где надо рисковать Но это было 19 век Все такое Поэтому папа его обнял Сказал, ты молодец Вот Но Николай Николаевич Повезло Пуля его не взяла Действительно Может и прав был Ну, кто же знает Соответственно, он участвовал Вот в этой войне И Вот это он уже в таком Зрелом состоянии Ну, тут уже такой Ну, это видный такой мужчина Понимаешь, что это немножко фотошопчик Естественно Чуть-чуть Я показывал кинохронику Он был Ну, вот как и У него, кстати, фигура Мне кажется Очень напоминала Чуть-чуть Петра Первого Потому что он был такой Высокий Долговязый Сто девяносто восемь сантиметров Два метра практически Он всех был на голову выше Такая вот дылда Вот И Видно, что Немножечко такая вот у него походка Но вот Я не знаю, как это описать Сейчас мы можем еще раз посмотреть На самом деле В конце Вот очень характерная фотография Знаменитая Да Она обо всем говорит Причем это Тут нужно еще понимать Контекст Это Насколько я Насколько я понял Эта фотография сделана уже В Могилевской ставке Когда Николай Николаевич Не был Главнокомандующим Чтобы вы понимали Его племянник Николай Николай Второй Был его племянник Это его дядя Более того Николай Второй У его дяди Еще будучи В молодости Он служил Под его начальством Ну, то есть Дядя для него Был авторитет Просто сто процентов Мало того, что дядя Так еще и командир Непосредственно Прямой Вот Николай Второй Был полковником А этот товарищ Он Я не помню Во сколько В 20 с чем-то лет Уже стал генералом Он родился Ну Как его детство протекало Вы уже поняли По рассказу про его папу И он На самом деле Сначала он Окончил Инженерное училище Инженерное училище Располагалось В инженерном замке То есть Михайловском замке Где убили Павла Первого Это же самое Инженерное училище Окончил Достоевский Поэтому Собственно У этого здания Есть два названия Михайловский замок И инженерный замок Но после инженерного училища Он поступил В академию генерального штаба Она располагалась На английской набережной 32 Где раньше располагалось Министерство Иностранных дел Куда Пушкин В свое время Должен был пойти работать Но не пошел Вот То есть Он был Кстати Тоже в двух фильмах Слышал Что он первый Романов Кто вообще Там окончил Военные Он был не первый Первым был Константин Николаевич Это герой Нашел следующего рассказа То есть У него было Военнообразование Он его окончил С по-моему Серебряной медали То есть Он был В принципе Действительно Башковитый Талантливый Военачальник Но Определенного уровня То есть Тут нужно понимать Что Всегда у нас У нас у всех Есть некий потенциал Да То есть Как бы Вот Где-то Наверное Мы может быть Уже И не потянем А где-то и потянем Кто знает Вот это Как раз Тот самый Случай И Николай Николаевич Старшего Естественно Он делал Войну карьеру Опять-таки По кавалерийской части Вслед за его папой Более того Он много сделал Для отечественной кавалерии Он провел там Реформы определенные Он там Значит Понял Что надо Что-то делать С тем Когда Лошади идут По пересеченной местности Он это увидел Как раз Во время русско-турецкой войны Потому что Одно дело По полям Сказать А другое дело Когда горы Там Перелески Реки И прочее Тут уже Остают несколько Другие проблемы Это вопросы К породе лошади И к ее выездке И так далее И так далее Вот он этим всем Озадачился В общем Вот этот Вот наш герой Значит Сначала У него Конечно Были любви Вот Например Мария Потоцкая Актриса Актриса Мария Потоцкая Значит Он ей сделал Подарок Как всегда Скромный Скромный Подарок Выглядит Вот так Там сейчас Театр музыкальной комедии Да То есть Уж Если дарить Так Домик Да Маленький домик Это вот А напротив Как раз То есть С этой стороны Напротив Как раз Михайловский дворец Дерусский музей А по центру Там вот этот Пушкин Уже наш Ленинградский Пушкин Скульптора Ани Кушина Вот он мне подарил Вот такой Вот замечательный Домик Ну в смысле Этот домик был И до этого Не он его построил Он его купил А А мы можем еще А потом у него Давайте мы его оставим А мы можем еще Опять эту хронику Включить Вот тут Вот он ведет Идет такой Ну здесь он Сейчас я просто найду То место Где Вот Вот видите Ну реально Просто выше всех На голову И посмотрите Какая у него походка Немножечко такая Вот Как Есть такой Знаете Этот Английский игрок Питер Крауч Вот Он такой тоже Высокий Долговязый И очень смешно Бегает по пулю Да Длинные ноги И у него Короче Был роман С Некой госпожой Бурениной Она была Дочь купца И там у них Закрутилось Завертелось Ну ладно Ну по нашему Дочь купца Имеется ввиду Дочка бизнесмена В наше время Но в тот В то время К сожалению Это было нереально Он Он влюбился Она была замужем У нее было двое детей Там все Это Ее мужа Короче Что-то там дали Ему все Объяснили Муж сказал Да ради бога Пошел Пошел Все Значит Развели Все Намази Короче И он приходит К свою папе А папа В курсе Вообще Эти к делу Потому что Самого Там число Он сказал Вот папа Он понял Сына И пошел Соответственно Папа Пошел Уже Теперь К своего Племяннику Александру Третьему Александр Третий Сначала Вроде Как Даже Сказал Ну хорошо Но потом Когда узнала Его Жена Да Это Датская Дагмара Мария Федоровна Она Ему Такую Вкатилась Что Мы Романовы Какие Купцы Алло Это твой Вообще Просто Ближайший Родственник И Александр Третий Который На самом деле Ну Свою жену Периодически Очень Как бы сказать Слушал Вот так Он естественно Дал задний ход А А там то уже Решили Что все нормально Уже был банкет Уже все знали Что Вот будет свадьба Николая Николаевича Младшего С этой Бурениной Купчиха Станет Все там Там чуть ли не Шансонетки Значит Уже ставились В кабаре Всевозможных Но Не задалось Соответственно Не получилось И это Та самая Проблема С которой Я уже вам говорил Мы сталкиваемся Жениться по любви Не может ни один король Ну вот казалось бы Ну не будь он там Великим князем Ну и женился бы И может быть И все хорошо у них было И может быть Я не знаю Там Самая счастливая семья На белом свете была А вот не дали Не дали История про его Как раз брата Вот этого Петра Николаевича Он был женат На Черногорской Ну Насмотрелись Да На Николая Николаевича На его чудесную походку В стиле Петра Крауча Значит Был в Черногории Короче Владыка Назовем Таким образом Вот Который Кто чем А он своими детьми То есть У него все Повыходили Куда надо Значит Замужем За итальянским королем В Сербии Наследник Был Престола В Болгарии Ну и Троих дочерей Он отправил В Петербург Смольный институт Одна умерла Правда Но две Прекрасно закончили Вот старшую звали Точнее Нет Это младшая Значит Старшую звали Милиция Вот она Милиция Черногорская А младшую звали Стану Но ее стали Назвать Анастасией Так вот Вот это вот Милиция Милиция Я сейчас Про них расскажу Скользь Потому что Мы про них будем Подробно говорить У меня будет Отдельная лекция Посвященная Спиритизму Вызыванию Духов Вот этому Всего Вот этой битве Экстрасенсов 19 века Потому что Там это все Просто Цело и пахло И в великокняжеской Среде тоже И они В этом участвовали Напрямую Сейчас просто Чтобы вот так Вам закинуть В мозг И потом Это все Расширить И углубить Значит Милиция Черногорская Вышла замуж Как раз за Петра Николаевича Вот А стану Стану Ее Когда она узнала Что ее сестра Выходит замуж Она говорит Блин Я так не хочу Уезжать из России Ну никак Ну понятно Черногория Там В цитине 15 тысяч человек Где-то там В горах А тут Петербург Понятно Что она не хочет Никуда уезжать Из России И тогда Александр Третий Распорядился Чтобы на ней Кто-нибудь женился Вы выбрали Одного из сыновей Марии Николаевны Дочери Николая Первого Одного из князей Лихтенбергских Георгия И он их насильно Поженил Ну то есть Не станешь И он их насильно Поженил Поженил Ну естественно Когда все это Насильно происходит Счастья нет В общем они Короче Не очень долго Вместе жили Очень быстро Разбежались И он Он вообще Уехал в Париж Там К определенного рода Женщинам И все такое И прочее Там было все очень хорошо При этом она Расскала в Петербурге Слухи Что он импотент И прочее Когда всем было известно Какой он там Импотент В Париже Ну в общем Короче Это скандал Интриги Расследования Даже не хочу это Рассказывать сейчас Потому что это Ну И к своему брату Периодически приезжает Николай Николаевич И вот у них Роман У них роман Она ему читает стихи Поет романсы Вот В одном потрясающем Документальном фильме Я услышал Замечательную фразу Что великий князь Николай Николаевич Он конечно Там что-то делал Но только до свадьбы Только до свадьбы После свадьбы Не сказали о том Не сказали о том Что свадьба у него Была в 50 лет Он перебесился Перебесился До 50 лет Ему 50 Ей почти 40 Там тоже Человек не против Парижа Который называет Ее не иначе Как их Черными пауками Этих двух черногорских Вот И соответственно Да Вот они поженились Они поженились Скажу сразу Что вот эти черногорские Прекрасные девушки Они Ну сначала Они подогнали Александра Федоровна Жене Николая Второго Значит Некого такого Медиума Филиппа Из Парижа Который там Ей наплел Что она там Родит наследника Сейчас моментально И вообще И там была потрясающая И вообще история Когда ему тут Он там был Никто и звать никак Тут его сделали Значит академиком медицины Мы выдали В Петербургской академии Сертификат И Петр Николаевич Поехал в Париж К президенту республики Сказал А вы не можете вот Филиппу Выдать как бы Тоже вот чтобы Парижская академия И человек В шоке в пол Он говорит Ну как бы тут вообще Три экзамена Задать для этого Приезжает такой Некий русский Великий крясик Говорит Вы там Какому-то пройдухе Не дадите Не сделайте Как бы академикам Ну Россия чужой взгляд В чистом виде Понимаете Что Вот что вы После этого Будешь думать Да Ну естественно Как бы Я расскажу про него Отдельно Естественно Он был полный Проходимец Вот тем не менее Вот его Приютили На какое-то время Но потом Расстались И именно Эти барышни Именно эти барышни Интегрировали Можно так сказать Распутина Через них Познакомился Николай Второй У него есть запись В дневнике Что вот Познакомился Человеком Божиим Из Тобольска И опять-таки Меня очень умиляет В документальном фильме Рассказывается Про то Что Николай Николаевич Он действительно Был непримиримый Враг Распутина Потому что Он понял Что влиять невозможно Но такое То что Как бы Через него Это все произошло Как бы Не упоминается Понимаете Вот так вот У нас Как-то Очень выборочная Информация Подается Это вот Про тот фильм На канале Культуры Рассказываю В общем Они поженились И Николай Николаевич Он же То есть В чем проблема Это была Что он был Главнокомандующим В итоге В Первой мировой войне И вот это Как раз Очень неприятная Страница Нашей истории Я уже рассказывал Про его маму Да истеричку И все Отмечали То что Николай Николаевич Младший Он действительно Он был Прекрасный Военный Он был Замечательный Кавалерист Он много Сделал для кавалерии Бла-бла-бла Он был Неплохой Стратег На самом деле Но у него Был вот этот Драф Вот этот Буйный Как Очень тактично Говорила Какая-то тетенька В фильме Энергичный Он был Очень энергичный Он точно мог И послать Куда подальше В определенный момент Он потом извинялся Ему было стыдно Но тем не менее То есть он был Реальной истеричкой И в 1905 году Когда Возникла Первая революция Сочить эту конституцию Себя на Каменосовском Дом 5 Он на машинке За ночь накатал Этот файл Вот И повез его Значит Пароходами В Петергоф К Николаю Второму И он сказал Что есть два выхода Из создавшейся ситуации Первая Это вот сейчас Мы подписываем конституцию Либо вторая Это военная диктатура Назначение Великого князя Николая Николаевича Старшего Потому что он был Первый авторитет в семье И для всех Он был главой Петербургского военного округа Ну и вы видели его Да Ну и такой Эх Выходит такой человек Николай Николаевич Младший Я иногда путаю Младшего Ну сейчас мы про младшего Говорим Да Если я напоминаю старшего Он примчался туда же И вот по вспоминанию Значит Того же самого Витта Когда он выяснил Что хотят из него Сделать военного Значит Диктатора и прочее Он схватил револьвер Приставил к виску И сказал Николаю Второму Что если ты сейчас Не подпишешь конституцию То я пущу себе Пулю в лоб Естественно Когда перед племянником Пляшет его дядя Который его командир С пистолетом Улыбай Говорит Что он сейчас Себе прострелит бошку Любой человек Подпишет все Что хотите Хоть свой собственный Смертный приговор Ну лишь бы этого Не случилось Естественно Он подписал Эту конституцию Это как бы первый Такой очень характерный момент Второй момент Я вам хочу прочитать Цитату Специально Я ее выбрал Не из советского Там учебника Не как бы Откуда бы то ни было Я ее взял из книги Историка Баханова Почему Баханов Потому что Баханов Это человек Который очень Ну Вот если Прочитать его книгу Про Александра Третьего И Николая Второго Ну там вот Прямо знаете Такие монархические идеи Вот в чистом виде То есть он Топит за эту историю Хотя историк Очень неплохой И вот я видел С ним пару интервью Очень познантная Манера подачи И вот редкие случаи Когда почему-то Книжки кажутся Не такими интересными Как живая речь Иногда бывает наоборот Прочитаешь книжку Думаешь О Сейчас посыро Вот Нет Здесь вот все хорошо Зато Левгусарский полк Где почти не было Гомосексуалистов Ну это отдельная тема Потому что перед этим Он описывает Другой как бы Прямо женский полк Но это тема Наша отдельная Лекция Это Когда будем говорить Про великого Гнязья Сергея Александровича Который тут В вашей столице Как бы В Кремле Господин Коляев Отправил на тот свет Славился Патологическим пьянством И здесь Том задавал Командир полка Один из самых горьких Пьяниц Русской гвардии Великий князь Николай Николаевич Ну имеется ввиду Младший естественно В данном случае Его однополчане Собирались В СССР Собрания Пили по неделями Допиваясь до чертиков И белой горячки Водку пили не рюмками А оршинами И нужно было выпить Не менее оршина Рюмок Поставленных в ряд А ведь оршин Равнялся 71 сантиметру Другой забавой Была лестница Когда следовало Подняться на второй этаж Выпивая по одной рюмке На каждой ступеньке После этого Офицеры гусары Начинали игру волков Участники игры Раздевавшись до нога Становились на четвереньки И начинали выть Тогда старик-буфейчик Выносил лохань Наполнял ее Шампанским или водкой И вся стая Стоя на четвереньках Свизгом Отталкивая друг друга И кусаясь Локалом в вино И так же Как в преображенском полку Здесь в липе гусарском Безусловным лидером В этом офицерском виде спорта Был командир Великий князь Николай Николаевич Бывало, что и сам командир Раздетым Залезал на крышу Собственного дома Жалко флот не остался Мне кажется Полтора миллиона просмотров На ютюбе сразу Еще это Баханов пишет Понимаете Про монархический историк Залезал на крышу Собственного дома И как его офицера Тоже был на луну А то и пел серенады Своей возлюбленной Купчихи Невенчанной супруги Жившей с ним В царском селе Где квартировал Лев гусарский полк То есть это Ну был еще момент Когда они как-то вместе И жили Да с этой бурениной Своей Ну тут не указанная фамилия Но я не думаю Что у них там была Еще потом купчиха Какая-нибудь Хотя кто знает Однако проходя службу Вот в этом все Однако проходя службу В преображенском полку Царевич Николай Был совершенно не причастен К подрочным Ополненствам Фицеров А служа в Лев гусарском Не позволял себе пьянство Хотя ханджой не был И иногда в офицерском собрании Пропускал 2-3 рюмки водки Или бокал Другой шампанского Вот такой пассаж Я могу сказать Что этот пассаж Он очень интересно Интерпретировался И я еще будучи В советской школе Мне вот это вот Рассказывали Но только про Николая Второго Александра Третьего Как они там Голыми бегали И им там У меня историк Мой учитель по истории Это рассказывал Вот Но это Имеется ввиду Про Николая Николаевича И его Лев гусарский полк Лев гусарский полк Это один из самых Привилегированных полков Российской империи Это как бы Я не знаю Кость от кости Кровь от крови Понимаете То есть Вот такие Вот замечательные истории И есть еще один Потрясающий эпизод Ну точнее не один Бывает ли архитектура Которая показывает Террористическую обстановку В стране Такой абсолютно Нелепый вопрос А у меня есть ответ Она бывает Значит я вам хочу показать Ну я вам уже говорил Что Николай Николаевич младший Он был бомж Да То есть папа Сделал все Для того чтобы Дворец Детям не достался И он им не достался Поэтому Николай Николаевич Он на свои собственные деньги Купил участок Ну купил участок Ну вот это его дворец Сейчас мы Мы к нему вернемся Но он купил участок Не абы где Это вот вторая Очень потрясающая история Дело в том Что вот эта Троицкая площадь Вот эта Петропавловская крепость Вот это летний сад Вот эта Троицкая площадь Откуда вообще Петербург начался И вот этот Троицкий мост То есть вот эта территория Которая называется Петроградская Петроградская или Петербургская сторона На Петербургском арго Называется Петроградка Или просто Петра Отчего Снопских некоторых Петербургцев воротят Ну я как бы не против слов Ни Петроградка Никаких других Вот тут Аврора кстати стоит Этот Троицкий мост Был построен В начале 20 века Это такой мост по братим С мостом Александра Третьего В Париже Его строила французская фирма Ботиньоль И когда стало известно Тут был мост на плавной Он был вот здесь Вот Он был вот здесь От летнего дворца К домику Петра Первого Молиться Вот Икона Куда обычно плавали Всякие лоботрясы Перед экзаменами Молиться Вот Значит Когда стало известно Что будет построен Вот этот мост Постоянный А Петербургская сторона Это было ну полное захолустье То есть в 19 веке Там уже туда дальше Большом проспекту Вообще деревянные дома И прочее А дальше там еще Казармы были Естественно цены Сразу стали ползти И самые умные люди Начали скупать здесь землю Ну вот Одна из самых умных Она купила землю Вот здесь И построила себе Маленький дворец Это Матильда Кшесинская Тут у нее значит Ну и Николай Николаевич младший Тоже вот Вот этот вот его Вот этот вот дворец Он тоже купил там сразу землю Для того чтобы построить дворец И построил Дворец его построил Человек с не очень благозучной фамилией Но очень талантливый архитектор Хренов его звали Он построил очень много домов в Петербурге Их так называли Хреновые дома Потому что иногда там На них Сохранилось как минимум Две надписи в Петербурге Что этот дом построил Александром Хреновым Вот этот дворец Тут кстати перед ним Еще вот такая набережная Находится с львами Которые Вот я даже в прошлый раз Лекцию читал И мне там задали вопрос Везде во всех справочниках пишут Везде Что это львы и лягушки С какого перепугу они лягушки Я не знаю Я во-первых возил туда китайцев Специально спросить Ну англоговорящих я имею ввиду Потому что я там по-китайски Как и по-японски А во-вторых Когда я приехал сам в Пекин Я увидел этих львов везде Повсюду Они везде стоят Это именно львы Причем один лев папа У него шар А второй лев мама У нее соответственно детеныш Тоже кстати потрясающий памятник Это памятник Господину Градеку Был такой господин Градеков Один из Дальневосточных губернаторов Который купил эти скульптуры И написал в Петербургскую Значит Городскую думу Что я готов вам подарить их На свои собственные деньги Привезти У меня одна маленькая просьба Вы на постаментике Там немножечко напишите Что там Бла-бла-бла Градеков Вот И написали Да Градеков Там Бла-бла-бла Градеков Вот Ну то есть Если вы не знаете Вы этого никогда не увидите Потому что это такая Там гранитная Постамент и прочее И там он построил этот дворец Если мы посмотрим на этот дворец Мы не видим входа Мы не видим входа Ну вот такого явного конкретного То есть тут конечно есть некая дверь Но это не вход То есть такой вход не может быть В Великокняжеском дворце А дело в том Что вход Он 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 со двора Вот это кстати дом Который тоже Принадежал Великому Князю Он был построен для прислуги И для сдачи в наем Опять таки Прислуги надо где-то жить Другой ракурс Вот ворота Сюда Заезжаешь И вот там вот Вот там вот Вот этот вход Почему так сделано Это сделано не просто так Вот это современная фотография Дело в том Что партия социалистов Революционеров Охотилась За Великим Князем Николаем Николаевичем Младшим И он это прекрасно знал Они до этого уже смогли Великолепно отправить На тот свет Двух министров Внутренних дел Сипягина и Плеве Его родственника Сергея Александровича Здесь в Москве И у них были еще Таргеты Такие как Владимир Александрович И вот Николай Николаевич Младший Потому что он был Возглавлял войска В Петербурге И все такое И поэтому Архитектор Хренов Построил этот дворец Таким образом Чтобы князь мог выходить И садиться в свою коляску В какой-то В закрытой охраняемой территории Вот это редкий случай Когда архитектура Выдает Обстановку Которая творится в стране Потому что если мы посмотрим На Великокняжеские дворцы До этого Которые строились Ну там вот Понимаете Понты во всей красе Ну то есть Вот сюда Портик какой-нибудь Обязательно Если не портик То какой-то акцент Явный сделан Да Здесь этого нет Более того Это последний дворец Построенный для Романовых В нашей стране А справа Там домик Петра Первого Это первый дворец Который был построен Для Романова В Петербурге Вот И вот это такое сочетание Первого и последнего В общем короче В этом дворце Он пожить практически не успел То есть его построили Прямо перед самой войной Для него Для его Для молодоженов Скажем так Но Николай Николаевич Командовал нашей армией И командовал он Сначала очень Ее прекрасно Да То есть у нас были Определены успехи А потом начались проблемы Начались проблемы Мне очень понравилась фраза Опять-таки моего тезки Петрова Он по-моему ответственный Секретарь Российского исторического Общества Который начал говорить Что ну вот вы поймите Что тогда не было Ни глонасса Ни того Ни сего Вот все Вот так Как вот ему командовать Мне хотелось спросить А у Германии Типа был И глонасс И то И все И пятое А еще у них два фронта На секундочку было Отличие от нас То есть как бы Что вообще за логика Построение вопроса То есть Все находятся в одинаковом положении Понимаете В данном случае В общем начались проблемы Начались проблемы Хьюстон у нас проблемы И надо с этим было что-то делать И Николай Второй В какой-то момент Он приехал в Ставку И тоже как бы он его ошалел Как он пишет в своем дневнике Бедный Николаш рыдал у меня И говорил мне Не собираюсь ли я его сместить Или кем-то заменить Более того Буквально один штрих Хочу сказать вам Бывает ли архитектура Которая показывает На самом деле Ксенофобию Шпиономанию И прочее И вообще Вот это Знаете Вот принцип Там Во всем виноваты Жидомасоны Маскали И так далее Вот Я вам сейчас хочу Показать пример Такой архитектуры Точнее То как эта архитектура Преобразилась Дело в том Что При Николай Николаевич Случилось так называемое Дело Мясоедова Я сейчас не буду вообще О нем останавливаться Короче там Высшее должностное лицо По фамилии Мясоедов Его обвинили В госизмене Причем его Военно-полевой суд Сначала оправдал Не нашли улик И при этом Николай Николаевич Младший Все равно сказал Все равно повесить Его повесили Причем он Ну Он В тюрьме Он У него был пенсне Он его разбил Пытался перерезать себе вены Ему не дали Его замотали И повесили Ну потому что Вот У него тоже был не идеал У него тоже там было Рыльца в пушку И так далее Но Как потом выяснилось Уж шпионом он точно не был А нагнеталась Вот эта вот Шпиономания Говорилось про Ну то есть Дело до смешного Доходило Что когда Александр Федорович Приезжал в Ставку Офицеры сидели молча Они боялись Что если они сейчас Что-то скажут То она передаст Это Германию Потому что она немка Ну то есть Вот эта вот паранойя Совершенно вообще Вот такая И Когда случилось Это дело Мясоедова Это был фактически Такой Зеленый свет Зеленый свет Для того чтобы начать Антинемецкие погромы Они прошли Они прошли И в Петербурге И в Москве В Москве Они проходили Громили Например Фабрику Инема Нынешний Красный Октябрь Громили Аптеку Феррей На Никольской Я вот водил Экскурс Там показывал Громили Пастернак Писал Он жил на Причистенке Дом 10 Он был Гувернером У некого Морриса Филиппа Галантерейщика Он его сына Вальтера Воспитывал И он писал Что эти погромы Были С подачи Полиции То есть Это писал Пастернак В то время И громили Соответственно Все в Петербурге Значит Ну вот В Москве Самый известный погром Был вот здесь Это пассаж Сангали Это на Кузнецком мосту Там сейчас Это выглядит Вот таким образом Московский дом Художника Да А это вообще Сангали Который Вообще-то Изобретатель батареи У меня есть Про него отдельный выпуск А в Петербурге Вот обратите внимание Вот это вот Я вам вначале Показывал Только с другой Ракурса Это изначальный дом Германского посольства На Исаакиевской площади Потом его перестроили Вот в такой вид Это Питер Бернс Это вообще Первый в мире Арт-директор Он для компании АЭК Разработал Фирменный стиль Линейку продуктов Ну в общем Это отдельная песня Вот Питер Бернс Это его проект Причем Строил еще один гуру Мисс Ван-де-Ро Но сейчас не будем Вдаваться в подробности Вот Обратите Было-стало Вот было Стало Видите что исчезло Скульптура исчезла Как она исчезла Эта скульптура Дело в том что Вот это Это братья диаскуры Это Значит Покровители кулачных боев И все такое Они кстати Там дальше еще стоят Возле манежа В римском В римских копиях Точнее в копиях Сделанных С римских Скульптур Они сразу Никому не понравились Их называли Там тоже Битюгами И прочее Прочее Были такие карикатуры Где там Они посреди Пивных бутылок Стоят В народе Шел Сто процентов Проверенный слух О том Что там Скрыт передатчик В этих скульптурах Который передает Все данные В гостинию Состори Напротив Она была построена Шведским архитектором Лидовлем Но принадлежала Тогда немецким Тоже подданным И вот оттуда Вся информация Поступает Куда надо Поэтому люди Собрались Захватили Это посольство Свернули Нахрен Короче Вот эту Скульптуру Это еще надо Постараться Ну то есть Вы поймите Это как бы Ну она Это вот такие вот То есть я видел фотографию Просто там вот Люди стоят Вот такие вот Да То есть это Такая вот Они их сковырнули Сволакали в мойку И там утопили И вот эти вот Антинемецкие погромы Они как раз Они как раз И были вот С подачи Непосредственно Николая Николаевича Который пытался Таким образом Свои огрехи Спихнуть На вот В данном случае На немецких шпионов То есть у нас Все так плохо Потому что Немецкие шпионы И в итоге Перед Николаем Вторым Стала реально Проблема С одной стороны Дядя его Конечно Все еще пользуется Определенным Авторитетом И в армии В определенных кругах С другой стороны Но ситуация Аховая На фронте И прочее У Николая Николаевича Среди солдат Было Прозвище Лукавый Вот за его Вот эти вот Всякие повадки Он еще Ну сидел бы он Ну ладно В своей военной сфере Он пытался все время Куда-то вот Влезть В какие-то дела Вот Как вот там Вот помните Это вот Во время 905 года И в итоге В 1916 году Уже в Москве Князь Львов Будущий глава Временного правительства Он Выступая Перед собранием Там Земства Сказал Что У нас Вот По-моему Один единственный шанс Сохранить ситуацию Это Чтобы Николай Николаевич Младший Стал Во главе Нашей страны Вместо Николая Второго Потому что Николай Второй Тогда принял Роковое решение Которое его погубило Он отстранил Николая Николаевича Младшего И сам возглавил армию Что было Не очень хорошо Но с другой стороны У него выхода не было Просто у человека Не было выхода Он принял в себя Этот крест И Николай Николаевич Тогда В тот момент Он был Наместником Кавказа Он был В Тбилиси Ну в Тифлиси Тогда Ему послали Из Москвы Значит Человека Который Должен был С ним переговорить И Если ответ положительный То должны были сказать Что Госпиталь Открывается Но Через два дня Любов получил Телеграмму Госпиталь не будет Открываться Вот То есть Николай Николаевич Все-таки Отказался Тогда От этой затеи Но Когда случилась Февральская революция Он послал Две телеграммы Одну телеграмму Временному правительству С поддержкой Всевозможной Его А вторую телеграмму Послал своему Непосредственно Племяннику Николаю Второму И вот Воспоминаниях Так Но у меня Здесь Этого места Нет Это воспоминания Александра Михайловича Он Писал Про то Что Вот он Вспоминает Как этот Ник его сидит Перелистывает Все эти Перебирает Все эти Телеграммы Там Только Гурко На самом деле Сказал Что не надо Отрекаться Там И Брусилов И Алексеев Все эти Генерал Но Когда Ях Перемежал Особо И не волновался Потому что Он не питал Про них Иллюзии Но Когда Он Дошел В телеграмму Николая Николаевича Младшего Тут у него Голос Дрогнул То есть Вот этого Он не ожидал От своего Дяди Такой Подставы Ты потрекайся Но Он Отрекся За себя И за своего Сына В пользу Своего Младшего Брата Николай Николаевич Младший Понесся В ставку Будучи А ему Из временного Професса Говорят Спасибо Не надо Не надо Нам Представители Дома Романовых Во главе Армии И Николай Николаевич Понял Что Упс Как-то Что-то Не задалось Такой Он был Великий Политик Ну и Соответственно Он уехал Вообще К себе В крымское Имение Уехал В крымское Имение Где Собственно Он и встретил Уже Все последующие События К нему Туда Приплывали Немцы С предложением Вообще Возглавить Романовский Дом Потом Предлагали От его имени Подписать Собственно Брестский мир И так далее Но он Не согласился Более того Он сказал им Что если Первый раз Если вы приехали Как бы Ко мне К военнопленному То я К вашим услугам А если вы приехали Ко мне Как гости То я не могу Вас принять Но они это поняли Немцы С ним вели Себе Очень корректно Ну и в итоге Он вместе С вдовущей Императрицей Со всеми остальными Отплыл С Крыма И в эмиграции Он жил под фамилией Борисов У него была вилла В Антибе На Лазурном берегу И он Всеми Безоговорочно Воспринимался Как лидер Вот этой монархистской Партии И в принципе Вот между ним И Кириллом Владимировичем Да Была некая конкуренция За вот Кому быть Но Но он как бы Считал Что Настоящий Это Можно решать Только на русской земле Только с подачей Русского народа То Настоящий Значит Тот Кто должен сесть На русский трон И поэтому Он умер в 1929 году Был похоронен И Собственно Буквально Недавно Его останки Были перенесены Сюда В Россию Вот такая история Закончить я бы хотел Достаточно массивной Но тем не менее Опять-таки Это пишет Великий князь Александр Михайлович То есть Это не советский Учебник Из всех членов Императорской семьи Великий князь Николай Николаевич Старший сын моего дяди Великого князя Николая Николаевича Старшего Имел самое большое влияние На наши государственные дела Это правда Два важнейшие акта В истории России Манифест 17 октября 1905 года До отречения императора Николая 2 марта 2018 года Следует приписать Полнейшей аберрации Политического предвидения Великого князя Николая Николаевича Ну то есть Как бы Как политик Total Ну то что я Собственно вам Сейчас рассказал Только здесь Это уже так Более конкретно сказано Когда я пишу эти строки Мною руководят Отнюдь не горькие чувства Вражда между ним И моим братом Великим князем Николаем Михайловичем Относится к Потомушему уже миру Николай Михайлович был Расстрелян Александр Михайлович Выжил Я расскажу И про Александра Михайловича Потом И вообще про эту ветвь Михайловичей Оба они умерли Вошли в историю Я далек от мысли Умолять его Редкую честность И добрые намерения Людьми типа Великого князя Николая Николаевича Можно было бы Пользоваться с большим успехом В любом Хорошо организованном государстве При условии Чтобы монарх Сознавал бы Ограниченность ума Этого рода людей Забегая Точнее Отматывая пленку назад Я хочу сказать Что когда У его папы Николая Николаевича Старшего Началась вот эта вот История Да Уже под старость И его Он был Ну все понимали Что у него Некое сумасшествие Его брат Михаил Николаевич Сказал Этого не может быть Человек Который Человек с такой Глупостью Не может сойти с ума Вот Сказал его брат Мой двоюродный брат Великий князь Николай Николаевич Был превосходным Старевым офицером Не было равного ему В искусстве Поддерживать Старевую дисциплину Обучать солдат И готовить Военные смотры Тот кому случалось Присутствовать на парадах Петербургского гарнизона Имел возможность Видеть безукоризненное Исполнение воинских уставов Совершенствием Вымуштранной Массой войск Каждая рота Одета строго по форме Каждая пуговица На своем месте Каждое движение Радовало сердце Убежденных фронтовиков Ну то есть То о чем я говорил Как военный Он был конечно На своем месте Вот на таком Определенном Локальном месте Безусловно Если бы Великий князь Николаевич Извините Вот прям Если бы Николай Николаевич Оставался на посту Гомандующий войсками Гвардии Петроградского Военного округа До февраля 1917 года Он всецело Оправдал бы Все ожидания И сумел бы Предупредить Февральский солдатский Бунт Вот то о чем я и говорю Что вот если бы он Был на своем месте На этом Все было прекрасно Если бы он не лез туда Куда его не просят Оглядываясь На 23-летие Правления императора Николая Второго Я не вижу Логического объяснения Тому почему Государь считался С мнением Николая Николаевича В делах государственного правления Как всевоенные Привыкшие иметь дело Со строго определенными заданиями Николай Николаевич Терялся во всех Сложных политических положениях Где его манера Повышать голос И угрожать наказанием Не производила Желаемого эффекта Обратите внимание Что как всевоенные Привыкшие иметь дело Со строго определенными заданиями То есть вот это вот Я еще раз подчеркиваю Что вот эта проблема То что все вот эти романы Они все были военными И они все Вот у них мысль была Вот строго военная То есть вот какая-то Компромиссная тема Или там еще что-то Уже как бы Ну они Это не воспринимали порой Всеобщая забастовка В октябре 1605 года Поставила ее в тупик Так как кодекс Излюбленной им военной мудрости Не знал никаких средств Против коллективного неповиновения Нельзя же было арестовать Несколько миллионов забастовщиков По его мнению Единственное что можно было сделать Это выяснить требования командиров восстания Попытка объяснить Николаю Николаевичу Что восстание 1605 года Носило анархический характер И что не было командиров С которыми можно было вести переговоры Оказалось бы безрезультатным Вот собственно Последнее Последнее и заканчиваем Печальный опыт 1905 года не отучил императора Николая II Обращаться в критические минуты За советом к великому князю Николаю Николаевичу 12 лет спустя Готовясь принять одно из самых важных решений В истории России Государь снова обратился К автору знаменитого манифеста 17 октября 1905 года Если бы великий князь посоветовал бы государю 2 марта Остаться на фронте и принять вызов революции Товарищ Сталин не принимал бы в 1931 году В Кремле министра Бернарда Шоу Но бывший верховный главномадующий Искал по-прежнему командиров революции Ему казалось, что он нашел одного из них В лице господина Керенского Всю истинную трагедию создавшегося положения Николай Николаевич понял только неделю спустя Когда приехав в Ставку Могилев Чтобы занять свой высокий пост Он узнал, что Петрограсский Савдеп Запретил господину Керенскому пользоваться его услугами Можно так удивляться простодушию Этого человека, который проезжает пол России Охваченной восстанием от Кавказа до Могилева И не замечает ни толп народа Ни демонстраций, ни мятежей И остается непоколебимой в своей вере Что новые командиры оценят его безупречный патриотизм И военный опыт Это писал великий князь Александр Михайлович Сандро Так называемый Это сын Михаила Николаевича Сына Николая Первого Это следующая ветвь Это нам надо будет говорить про Михаила Николаевича И его уже Отпрысков Но я так дозировано Понимаете, чтобы То есть закругляешь Николай Первый Николай Николаевич Старший Николай Николаевич Младший И Николай Николаевич Младший Это одна из ключевых фигур На самом деле 17-го года То есть Ну, Николай Второй был, конечно, никакой правитель Но в защите его Слабую такую Можно сказать, что ему просто не везло с окружением И это то, ради чего, собственно, я затеял эти все лекции Потому что вот эти все великие князья Ну вот сидел бы он в этом своем военном гарнизоне петербургском Ковандовал бы Вот ходили бы у него там все строем Там на лошадях скакали бы И на фронте бы он занимал бы Определенную там какую-то свою часть И все было бы прекрасно Но нет, вот надо, понимаете, туда-сюда Плюс еще все эти семейные истории Плюс там еще эти черногорки Которые Это отдельная песня Я сейчас не буду, да, про это говорить Но и в итоге вот это привело к тому, к чему привело И мы имеем вывод, к сожалению, который мы будем делать очень часто в конце наших лекций Что если бы не сами вот господа Романовы, то ничего бы и не было Потому что невозможно такую махину вот подорвать просто извне Вот так вот, тем более одномоментно Да, то есть это должен быть некий процесс, который идет с разных сторон Как оттуда, так и отсюда И вот Николай Николаевич Переняв от своей мамы Принцессы Альденбургской Вот этот истеричный нрав Выражаясь языком его родственника Многие так поступали Пребывая в полной аберрации То есть в полном вообще непонимании Политической ситуации А тогда многие так поступали И поэтому специалисты какого-то, например, специалисты, которые работали непосредственно, допустим, с революционерами С революционным подполем, которые пытались как-то, ну вот, наладить там, не знаю, спианаж, тайных агентов Они столкнулись с таким вообще непрофессионализмом Остальных своих коллег назначили из армии, да Что это была просто катастрофа Потому что вот как пишут Николай Николаевич Младший Думал, что вот надо просто переговорщиков Как бы Понять, кто у них командир С ними договориться Как их искать и прочее Это как я рассказывал, как прекрасный Вот у нас был губернатор Петербурга Фондер Лаунис Которого потом застрелили Тоже эсэромаксималисты Ему там, значит, его товарищи Из Черной сотни Настоящие русские люди Предложили потрясающий проект Скупить революционер всего оружия И он им даже выдал определенные суммы На эту Деньги на эту затею И более того, они привлокли ему Действительно, там, пулемет Потом, значит, начальник Петербургского охранного отделения Герасимов выяснил, что они этот пулемет стащили Значит, стрелковый в Оренбаумской какой-то школе Стырили, как бы, а деньги, естественно Вот Ну, вот, как бы, понимаете, вот так вот оно Пара слов в конце Я прошу прощения за проблемы со звуком Дело в том, что у меня такого никогда не было Ну, то есть, пару раз случалось, что звук скакнул И все, один раз там за съемку А здесь он скакал очень много и очень часто Поэтому я, честно говоря, запарился монтировать И верстать этот ролик Но, тем не менее, оно того стоило В этой связи Хочу вот что сказать Если вы давно смотрите мой канал То знаете, что у меня нет призывов Там подписываться, лайкать Или засылать каких-то денег куда-то Хотя постоянно Скидывают вопросы Может, что-нибудь закинуть Я говорю, да спасибо, не надо Так вот, момент настал Я этого делал раньше не потому, что вот прямо, знаете, мне Я такой весь из себя Ротшильд И мне никакие лишние деньги не нужны Но просто не хотел А сейчас захотел Не захотел В общем, хочу попробовать посмотреть Потому что очень многие предлагают делать стримы Делать стримы и на этом как-то даже зарабатывать Я не хочу делать стримы, мне не нравится картинка в стримах Мне не нравится то, как они организованы Мне нравится то, что во время монтажа Можно подставить иллюстрации более точно И более как-то, не знаю, уместно Ну и так далее Хотя, возможно, если я все-таки решу ряд технических вопросов Будем и стримить лекции Тем более, что вот место, которое я сейчас нашел в Петербурге Информационный центр при библиотеке Маяковского На Московском проспекте, дом 86 Они, собственно, сами предлагают это делать И у них для этого есть, в принципе, наверное Все техническое оборудование Но посмотрим Так вот, под роликом оставлю там какие-то реквизиты Карты, Яндекс.Кошелек И там, что, найду у себя Если есть желание, самая главная возможность Зашлите каких-нибудь денег Я это, опять-таки, произвожу на свет Исключительно, чтобы посмотреть вообще Имеет это смысл? Не имеет это смысл? Естественно, это дело добровольное Никто вас не принуждает И, скорее всего, такие обращения будут делать там раз В какое-то время Не в каждом выпуске Вот Что касается лекционного курса дальнейшего Будут две лекции в Петербурге 30 декабря Вот такая будет предновогодняя Мы поговорим про мистический Петербург И всю вот эту вот трихомудию Которая вокруг этого намерчена То есть я расскажу Реальные и нереальные какие-то вещи Более того, я покажу Действительно самое Ну, на картинке, конечно же Действительно самое мистическое место Петербурга По факту И многие, если не большинство То Многие, если не большинство Это хорошо я сказал Многие, если не все Будут крайне удивлены Как это место выглядит И вообще С чем оно связано А 4 января Там же На Московском проспекте Дом 86 В этом информационном центре При библиотеке Маяковского Я расскажу Про злачный Петербург Про все вот эти Доисторические Малины Чревы Петербургские И прочее Это я потихонечку Уже буду подводить К теме Дореволюционной Проституции Над которой я сейчас работаю Особенно В русской Классике Забытой И не очень Я Эти темы Вставил Просто Чтобы не было Рассинхрона С Московскими лекциями Потому что К сожалению В Москве Я следующую лекцию Прочитаю Уже после новогодних праздников Мне надо тут В свободное время В Петербурге Позаниматься делами Которые у меня накопились Иначе Иначе труба Так что Извините Вот соответственно Две лекции В Петербурге Ну а дальше Уже в январе Продолжим И в Москве Все ссылки На встречи Есть в описании Точно так же Там под этим выпуском Где и Эти самые реквизиты Я тоже оставлю В следующий раз Я не знаю Когда он будет Наверное В воскресенье Я сейчас поговорю Когда у них Тут есть время Мы будем говорить Еще про один лепесточек Этот лепесточек Уже великий князь Константин Николаевич Человек Очень противоречивый С очень достойными Значит Проявлениями Так и Не очень достойными Тоже жил с балериной Как и его брат Николай Николаевич Старший Но Та балерина В отличие от Числовой Была поскромнее И как-то Вела себя Все-таки Более корректно Продал Аляску Это именно он Был инициатором Этого процесса Занимался Модернизацией флота Был Наместником Польши Да так Что там Восстание началось В общем Масса всего Про него можно сказать И я расскажу Еще про одного Его сына Константина Николая Константиновича Уникальную Вообще Личность Прирожденного Бизнесмена Которого Его обвинили В сумасшедшем Потому что По самой Распространенной версии Он стырил бриллианты В мраморном дворце Где они жили Для того Чтобы Значит Оплатить услуги Своей любовницы Американки Фанни Лир Поэтому его Выслали Он Остаток жизни Провел в Ташкенте И в Узбекистане В Ташкенте Это просто Человек номер один Потому что Он занимался Ирригацией Он Наладил Производство Практически Безотходная Хлопка И вообще Очень неплохо Там жил Да И вот Это будет Наш следующий Рассказ Поэтому Спасибо За внимание Спасибо Что пришли В этот Теплый Ясный Московский Субботний день Вот Увидимся С вами В следующий раз